Кабачки с рисом и грибами в соусе из сметаны с томатной пастой. Невероятно вкусное блюдо, вы даже не поймете, что в начинке нет мяса. Блюдо легкое и в то же время сытное. Приготовьте, вам понравится. Кабачки с рисом и грибами. Для этого рецепта можно использовать грибы, шампиньоны, как в моем случае, или другие грибы, вешенки, белый гриб. Если готовите из лесных грибов, тогда заранее их отварите. Всем известно, что грибами можно заменить мясо, и это как раз тот случай. Рис можно использовать вчерашний, остатки после трапезы. Томатную пасту замените на свежий помидор, перебитый в блендере до состояния пюре. Если убрать из рецепта сметану, тогда это блюдо можно готовить и в пост. А в сезон кабачков нужно обязательно попробовать. Подготовьте нужные продукты. Заранее сварите рис в подсоленной воде. Кабачок разрежьте вдоль на две части, с помощью ложки выньте внутреннюю часть, мякоть. Она нам больше не понадобится. Из мякоти можно приготовить смузи, гаспачо, ее можно добавить в борщ или суп. Готовим заливку соус. Смешайте воду, сметану, томатную пасту, щепотку сахара, соль и острый перец. Перемешайте до однородной массы. Соус вылейте в форму, в которой будем запекать кабачки. Готовим начинку. Начинку можно приготовить и заранее. Мелко нарезать лук и морковь на крупную терку. Жарьте на растительном масле до мягкости. Огонь средний. Болгарский перец нарежьте мелким кубиком, отправьте к овощам на 3-5 минут. Не забываем перемешивать. Болгарский перец нарежьте мелким кубиком, отправьте к овощам на 3-5 минут. Не забываем перемешивать. Высыпаем к овощам, перемешиваем, посолите и поперчите. Если мало масла, добавьте. Я люблю грибы готовить со сливочным маслом, добавляю 1 час ложку. Вы же готовьте на свой вкус, добавьте еще растительное масло. Накройте крышкой и тушите на малом огне минут 10. И в последнюю очередь высыпаем рис. Перемешайте, чуть прогрейте, пробуем на вкус, достаточно ли соли и перца. На этом этапе начинка должна быть уже вкусной, потом исправлять будет поздно. Кабачки внутри чуть посолите и поперчите, чтобы они после запекания не получились пресными. И фаршируем начинкой. Выложите в соус в форму. Отправьте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Кабачки через 10 минут выньте из духовки. Сыр на терку и посыпьте сверху, закрываем начинку. Возвращаем в духовку еще на 10-15 минут. Следим на сыром. Когда он приобрел нужным вам цвет, вынимаем блюдо из духовки. Кабачки разложите на блюдо и обязательно полейте соусом из формы, в котором они готовились. Посыпьте зеленью на свой вкус.